то есть вот самое сложное донести насколько большой кошмар происходит обычно в жизни это бытовая жизнь как бы мы к этому привыкаем а с детства не учат да что тело живое не показывают как с ним надо обращаться там максимум выражаешь ребенка увидишь что ты хрупкий фотографируешь такой для личка такая да 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 и видишь вот здесь вот что ребенок хрупкий да видишь что он живой он живой а свое тело не видишь что он живой но нож из этого самого маленького младенца развилась да здесь видишь маленькое живое хрупкое нужно аккуратно она себя смотришь в зеркало учет на тело как тело ну чего и где-то теряется это нить что вот это тело как тело которое она маленького маленького нежного развилась девчонки будете держать пойдете на воздух или поползете туда поэтому да мы тогда закончили на том моменте когда мы были в капре помнишь и я была ненависть к себе или вы к самонаказание да типа я это привела пример на пятилетнем ребенке когда наказываем сами себя за то что мы там до сих пор там завидуем да или там до сих пор не можем отшить другого человека до сих пор унижаемся хотим но не можем и начинаем себя ругать за это типа как так можно сколько ты еще так будешь делать я тогда попыталась ну вот марату привести глубину этого кошмара представь маленький ребенок говорю подбегает к папе он подбегает к папе здоровый мужик нормальный ну вот реально все у него классно дитя подбегает и такой папочка 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 этом разбил вазу и папочка берет и так вот с размаху ладони по полицу маленького ребенка ты что охренел вообще как ты мог это то что происходит на эмоциональном уровне то что происходит с телом на эмоциональном уровне когда мы просто себя ругаем просто так вот что не можешь стать да вообще то есть я это так чувствую из-за этой большой сверхчувствительности я вижу себя в теле насколько хоть любая претензия любой упрек к своему телу это когда в отношении это там замахиваются что сказал это в отношениях страшно до насилие домашнее насилие вот это вот ты живешь в постоянном страхе перед мужем или в семье перед родителями здесь понятно вот здесь понятно что это кошмарно домашнее насилие когда бьют детей когда замахиваются на ребенка ребенок не может даже в глаза посмотреть своему там папе или маме или когда там бьют и говорят заткнись тебе больно бегать от заткнись или там смотри мне в глаза или еще что-то я маме сапой говорю знаете я приеду домой всем другая одно сидеть в контакте разговаривать с людьми не видеть вас не слышать вашей истории и совсем другое приезжаешь после 2 3 4 года ты понимаешь это же копеек то есть видишь эту кошмарность потому что быть заполнен вот отсутствием нежности отсутствием понимания от тела это просто тело если она вообще фигурирует в жизни и сколько всего из этого рождается и насилия и боли и мести просто в нормальных бытовых отношениях цинизм сарказм без ощущения того какую боль это внутри приносит но это же привычка это нормальная коммуникация привычка привычек у меня так папа с мамой общались а что а у меня вот там друзья в универе они там постоянно у него нахуй посылает и она за ним бегает и секс у них хороший он говорит и вот живут душа в душу это чё насколько обесценены все вот эти вот базовые тонкие хрупкие вещи до волшебные вещи романтика романтика но это как две свечи торт и пачка презервативов ну только пачку признать презервативов мы прячем потом а вот у нас от романтик обесценивание романтики именно когда она идет из огня влюбленность мегаэлектричество сразу все дыры ожиданий показывать сразу больно становится страшно ужасно смотришь влюбился и пошел дальше потому что страшно да да как потом выжить если он скажет спасибо не надо влюбленность романтика нежность красота даже та же самая тут вот тонкость тонкость восприятия до трепет волшебство сказочность все это что ненормально неадекватно и такое только в этих комнатах обитых мягкими какими-то подушками а в жизни тоже социум нужно быть жестче правильно нужно уметь терпеть нужно уметь заставить себя самодисциплина иначе никак подходим к своему телу с хлыстом и ожидаем она должно слушаться она нам ничего не должно так же сам как подойти к другому человеку он тебе ничего не должен ваше тело это партнер да вот смотри ваше тело партнер она мне ничего не должно у нас с ним контракт там я у меня там контракт предназначение куча навыков подписала со вселенной а еще не отговорила потому что нужно я выбрала родителей игру нужно выбрать тело прикольненько возьму вот это да ну а чего выбираю думаю как будем играть вместе ты видел мой контракт ты согласен то что ты там говоришь киваешь да тело такое смотри гитача нормально справимся в киуме там есть тоже очки работают воплощаемся мои партнеры я ему ничего не должна он мне ничего не должен но есть такой факт как единство тело в курсе этого всего у него даже не работает что этом ему что-то не должна или должна тут у тела есть полное понимание ко мне абсолютное полное понимание ко мне как как бы все так покрасивее назвать как сознание которое вообще не хочет въезжать в то что здесь происходит и поэтому тело всегда с вниманием с пониманием у него всегда есть мудрость это вот не тот момент когда если вы понимаете другого человека вы никогда не скажете ему нет что издеваетесь и тело может агрессии говорить кричать к нам она показывает болью и смотри вот здесь ты не видишь вот сюда не хочешь смотреть вот здесь отказываешься понимать потому что она к нам говорит там и наташа о ты играешь диабло плит чтобы писать хочет иду в туалет наташа мой блин как же прийти 14 уровень наташа это такая агрессия у меня то есть по-простому я не слышу и не хочу слышать потому что я же не догоняю и тело использует крик там боль сжимает а выводит из тех места где мы отвлекаемся почему не слышим свое тело до на природу пошли на природу давай 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 хоть мы хотим на природу и пошли на природу там тело начинается но разговаривать хоть где-то в какой-то моментом при этой медитации после банки водки я наконец-то что-то понимаю прихожу домой опять жопа так вот мои партнеры тело мне ничего не должно ничего и когда вот я такая ляляля как стрекоза потерпим до таблеточки выпьем великолепно да то есть я его не ценю это же тело подписали контракт ты сам видел куда шел до подписали контракт я здесь не причем ты в курсе вот я не ценю свое тело вообще я не вижу в нем хрупкости они еще заботиться надо встречи издеваешься ты же делаешь то что я говорю вот а нормально не можешь стоять ровно да вот тело попался и потом когда до меня при всей этой жопе да уже все болит там не знаю рак обнаружили третьей степени тел тело уже орет просто вот такой транспарант идиот а врач на рентгене у вас рак третьей степени я резко начинаю приходить себя до книжечки эзотерические покупаю в интернет захожу видео смотрит так ты типа живое ты просто там как-то с тобой обращаться надо да и я начинаю как-то искать к нему мы сейчас еще не не делаем сценку но смысле и как-то начинаю к нему подход искать так вот тело не обязаны бежать и да конечно наконец-то за тебя дошло она мудрая она видит что не догоняю многих вещей иди отсюда давай пошла а я такая я же к тебе с открытым сердцем понимаете к вам чё же к телу с открытым а она меня так что это такое и раз у меня сразу агрессия поднимается что ты меня не слушаешь я могу увидеть что когда тело мне говорит нет я выхожу из себя буквально говоря вот так это так экскурс сейчас попробуем сделать сценку дать эту тему туда уходишь да вот часто так что у нас было там под конец а тебя уже вообще просто глючит же да да это писаешься все время да а я бухаю бухаю чтобы он расслабился ну ты показывай я понимаю совсем ужас да ты не можешь нормально стоять у меня не волнует херово ты ты видел какая у нас жена требовательная и пофигу что тебе херово должно стоять и бабло должно быть херово она уйдет если тебе херово и вот там жена видишь что ему херово не встает на работу не идет бабла нету пускай вообще какой-то такой аааа бухает расслабляется все время писает 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 жена уходит из-за тебя мы остались одни ты в курсе что даже чувства вины нету вообще а был бы ты посмотри на себя в зеркало вот посмотри на тебя в зеркало а выровнялся бы перестал бухать и все было бы хорошо мне даже разгаристого неинтересно мне не слышишь так я тебе что говорю хватит бухать хватит писаться ты был ты бы мог столько всего достичь а вот посмотри на себя вообще-то себя видел вот ё-моё сколько так вообще можно сейчас так заболею она меня услышит о боже мой скорую я вызываю скорость как выстрел ты держишь скорую точно внутри помираю о боже мой там обнаруживают не знаю там что-то там опухоль там в общем лежать надо неделю лежать до неделю надо лежать в общем не вставать на капельницах да там вот все дома там или там отдельная палата неважно ты вообще до предатель предатель вообще тут кто-нибудь понимать я лежу там в отдельной палате книг нет приходит какая-нибудь добрая тетушка смотрите вот книжка вы можете себя исцелить сами оставляет книжечку метам я дурные предчувствовал я такая блин вообще жизни сложилось писаюсь никакого счастья жена ушла бабла нет позже разве мужик вообще ты себя видел вообще ненавижу я тебя я ненавижу тебя у всех нормальных людей нормальные тела ты блин месяц пролежишь все испортил вообще а было так классно а помнишь 12 лет до 18 было круто девчонок трахали а сейчас ты себя видел сейчас то вот так вот а не хочется уже жить а какой смысл писать бухаю не хочется ничего больше доверия уже к не хочется больше ничего просто не хочется ничего и вообще может уйти что вот ты подумай вот в этом моменте тело всегда будет бояться потерять сознание тело 5 5 летний ребенок она боится потерять вас и когда вот не хотим жить не хотим играть теряем мотивацию и бывает там очень сильно уходим из тела меньше испытываем чувства эмоций при депрессиях тело хватается она буквально не надо уходить все будет хорошо она не изменяет себе она себя не придает она дальше болеет но вы начинаете испытывать какое-то такое ну вот что вы нужны как сознание вы нужны а есть смысл есть смысл нету смысл нету смысл или есть да ладно ты чё ну ладно не совсем уж так уж так вот ладно прикольно а не правда прикольно да помнишь вот маму тебя в детстве как она тебя обнимала ненавижу маму лучше ненавижу чем уйти хочет ну прикольно да любопытно может не так все плохо да и описывался добрый фигула все фигула все опять не слышу я так не могу не слышно просто не слышу просто не застала это уже все просто достала как не стучаться до нее уже в больнице лежим уже описывался три раза достала меня это жизнь понимаете люди и люди уже я не хочу ненавижу них ненавижу все это не хочу жить все не могу не слушай тут просто достал просто бесит либо я бью все видите мы тандем он делает мне агрессию кричит мне я не знаю как в агрессии работать я понятия не имеешь такой агрессии я беру убью рукой по столу в этой агрессии ему больно я снова не слышу лутку а как полегчало сразу встану на бокс пойду то есть мы же станем да мы выздорове правда вы выздорове у нас и получится проходит как-нибудь мне сестра блин не могла поглубка блуки поменьше одеть здесь больные лежат укол сделан укол тебе буду делать у нас получится смотри не хочется на бокс реально греть это классная штука вообще не вступляет это просто не вступляет так пойдем будем это же такой адреналин ты же вот я панкерсы одену по-другому подходу прям и когда тело показывает мне агрессией тогда я начинаю раздражаться на все окружающие потому что я понятия не имею что тело просто хочет привлечь мое внимание поэтому мне раздражать когда тебе услышат вообще я врачи говорю я не хочу туда переезжали на не слышит не слышит зеркало перепроекция сразу же сюда я не понимаю какой бокс идиотка и вообще приходит медсестра она не может нормально со мной аккуратно не положила перевалила я же больная это нормально вообще не доходит так вот до миссии медсестер и врачи не находит просто не доходит до ним такое все получится да заколебали врачи да заколебали когда насчет хоть немного реально ухудшает состояние тела там в общем вообще вообще-то там сердце начинает болеть едва дышу едва дышу она думает что-то такое происходит на блоге классно будет пойти но даже врачи ой здесь книжечка здесь там была книжечка из цели себя когда у нас реальная жопа мы резко поворачиваемся в нужном направлении книжечка я еле дышу ниже открываю тело то ладно посчитаем представим что да это что-то здесь важное читаю книжку к середине я начинаю реально читать взахлеб потому что я резко начинаю догонять мое тело мне все время говорила бросай ты эту жену хватит заниматься вот этим насколько можно вот это вот это и вот это я же хочу это чего вот это вот не херово потому что это потому что что не понимаю может нужное тело спросить что ли слышно я наконец может и правду но никого нету в палате я поговорю со своим телом быстро на хотя бы мысленно да что происходит забыла про меня ничего не чувствую когда спрашивают в голове когда спрашиваю ничего не чувствую вообще слух чтобы я вслух ты забыл мне не тебе нужно сказать мне чтобы я вслух с тобой разговаривать поговорить со мной ничего не понимаю вообще я мысленно с тобой разговариваю ты мысль это со всеми мысленно разговариваешь весом по человечеству так есть это же тело с ним же надо разговаривать за тебя не замечу как я вовлекаюсь во внутренний диалог так блин это же дело так тело же так это с людьми нормально до общаться с телом нет поэтому если осел на что разговаривать слух больницы в другом отделении переведут то что мы специально обстоятельства создан то одна в палате мы поговорим уже все они продают ну да реально никого нету можно так это и слух а вдруг слух сработает там что-то написано слух слух разговаривать ну ну блин нормальные люди с телом слух не разговаривают ну в общем то ситуация меня уже такая критическая ну ладно чё с тобой происходит то кроме что говорит с таким подходом ничего как с телом разговаривать объясните вот как 1 в палате вот слух чё с тобой происходит ну я же тоже хочу жить ну пожалуйста а я вот не знаю чё ну да и вообще-то может опять сейчас на бокс затащит мы еще поболеем от дуплиц мы когда это выздоровеем поедем там отдыхать то может бокс будет а 27 лет у меня ну пожалуйста не знаю ну пошел достал доверение не работает не работает это все и вслух это не работает ничего я возвращаюсь на свой обычный мир восприятия не сработал видите я сделала то что написано в книжке я с телом разговаривала я вслух с ним разговаривала нормальные люди такого не делают я это тело я это тело гладила нормальные люди тоже себя не гладят два года как огонь из меня высекают она не работает я увидела что не работает ответа на работу ты не работаешь хреновая книга и минут фиговая она не работает закрыла и пытаюсь жить как обычно то есть но как обычно получится ближай болеть внимание буду привлекать хорошо хоть не писались ой сердце так хочется выйти погулять может вы не погуляем давай выйдем погулять пешочком 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 спустимся ну вот во дворике с 12 этажа пешочком спустимся иди нафиг блин вообще просто ну это же классно физнагрузки я обожаю физнагрузки это без шансов блин даже выйти погулять нельзя что за жизнь за что мне это реально за что мне это я хочу я хочу жить полной жизнью гулять там бегать по ступенькам вверх-вниз заниматься боксом единоборствами на можете быть практиками энергетическими я буду владеть энергиями воздухом подышать а что получается что я такого сделала плохого что сама такая хри что 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 еще поболеть о книжечка можете что неправильно делаю да ладно снова очень большая жопа да попробуем еще раз быть тут на нас доходит может мы что-то не так поняли да ну ладно сделаем так скидку открываем читаем тоже самое же все написано или то же самое все дело что не так давай вылечимся погладить давай давай вылечимся давай вылечимся смотри я тебе уже везде глажу ну ну давай вылечимся ну пожалуйста у меня истерика потому что ничего не получается мое тело пить хочет секундочку так вот да все это безвыходность это конец больше нет смысла когда вот мы плачем и сдаемся в этот момент мы очень хорошо слышим тело это канал чтобы тело начало разговаривать а помнишь вот когда к маме а когда вот мама нас на пляж водила помнишь вот на солнышке мы лежали ну хорошо было было то фигеть сейчас так было надо кого-то на буду сейчас так было давайте кого-то А кому я такая нужна? Нет, ну ты еще ничего. Ты была класса на море с мамой. Было классно. А почему было классно? А почему ты был человек рядом? Обнимал. А сама ты себя когда обнимала? Только когда человек обнимает, тогда классно. Надо кого-то найти, кому я такая нужна, описываюсь. А себе это-то нужна вообще? Дети вообще... Знаете, кого-то, кому я нужна, точно. Я поняла. Элементарная книжка. Нужно найти, кого-то, кому я нужна. Это будет как с мамой на море. Точно. И как это сделать? Я в больнице лежу, я еле двигаюсь. Интернет, интернет. Духовно-эзотерические форумы. Там таких любят. Без шансов. Начинаю общаться на форумах. Так классно, обалденно, все суперски. Вау! Там, приходит один чувак, второй говорит. Я, 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 ты просто вот по фразам, так строишь фразы. На фотографии ты просто прекрасна. Вообще, вообще, это мы мужского пола, да? Да? Приходят девушки, они такие, и цветы переносят, и йогурты, и давай мы тебя выведем. Боже, я счастлива, я счастлива. Момент просветления закончился. Ой, болит-то почти. Сейчас стоишь агрессию. Я говорю, что я счастлива, я подменяю понятия. Я счастлива, офигительно счастлива. Купая. Дерево. Когда-нибудь она будет меня понимать? И что эти люди ко мне ходят в палату вообще, а? Она меня не понимает. Достали. С форума своего ходят ко мне в палату. Я не хочу, чтобы все ходили, мне нужно один. Надо вот одного выбрать точно. Себя выбери. Кого же мне выбрать точно? Себя выбери. Себя выбери! Ааа! Да нафиг этих всех людей, уже затрахали. Ааа! Я сама полежу, просто сама полежу. Все, мне тоже досталось. Столько напряжения, столько нервов. Да на форуме вообще. А кто-то придет, как-то соответствовать надо. Ой, все, 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 все. Я просто сама полежу. Книжечку почитаю. Есть книжечка? Все круто. Ох, нет. Ох. Так. Написано нежность. Прикольно. Нежность. Да. Написано спрашивать у тела, почему так происходит. Спрашивать. Ну, ладно. Так и что с нами так происходит? Ну, вообще, у меня страшно как-то. И хорошо, ты доводишь меня. Не понимаю. Не слышу. Чего так происходит, а? Ммм. Да, блин, ничего не работает. Я и туда, и сюда, и вообще. Я просто хочу выздороветь. Да, точно. Я просто хочу выздороветь. Хочу жить классно. Хочу жить классно, да. Для этого надо тело, чтобы оно выздоровело. Надо его любить. Написано, нужно любить тело. Нужно понимать свое тело. Понимать свое тело. Как прикольно ощущается. Понимать свое тело. Что, может, это вправе? Понимать свое тело. А что значит понимать свое тело-то, а? Понимать свое тело. Слушай, как тебя понимать-то? Как тебя понимать? Я запуталась. Очень-очень важный момент, это когда мы очень искренны со своим телом. Очень искренны. То есть вы запутались, можно не орать на свое тело. Можно сказать, я не знаю, чего делать. Я боюсь. Я боюсь, что все разваливается. То есть, да, буквально, я боюсь тебя потерять. Ладно, мы другим людям боимся это сказать. А своему телу? Я боюсь своему телу, понимая, что вот мы боимся умереть. Это буквально мы боимся. Я боюсь тебя потерять. Пожалуйста, давай как-то вырулим это. Я понимаю, что я тебя не понимаю. Я язык твой не понимаю. Я вообще не слышу тебя. Давай разговаривать. Давай как-то разговаривать. Только я не понимаю, что ты говоришь. Я не понимаю, что ты говоришь. Как мне? Что мне нужно понять? Почувствовать, чтобы до меня дошло наконец-то. Что ты вот тут написано, что ты живое. Так что нужно, я не знаю. Я живу, а? Как мне понять, что ты живое? Ну что, когда-нибудь был хорошо? Хорошо. Тело было хорошо. Хорошо. Когда мне было хорошо? Я не помню, когда мне было хорошо. Ну, было же когда-нибудь. В детстве, а? Что-нибудь вспоминается? С мамой на море было хорошо. Да-да-да-да. Да-да-да. А когда она тебя укладывала спать? Блин, так было классно. Она разговаривала с тобой, да? У животного было офигительно. Точно. И Мишка там всегда был. И мама пела песенку. Боже, так было тепло и классно. Обалдеть. Получается, мама знала, как со мной обращаться. А я не знаю, как с собой обращаться. Да что, что не знаешь-то? Здесь обычно мы начинаем плакать, у нас истерика. Потому что мы резко, мы на этом резонансе понимаем. Мама знала, как с нами обращаться? С мамой мы чувствовали себя в безопасности. Хоть были какие-то моменты, когда в детстве, да, с мамой мы чувствовали себя в безопасности. А теперь, когда мы остались один на один сами с собой, мы понятия не имеем, мы какую-то хрень с собой делаем. Этот резонанс вот в этой разнице заставляет плакать, вызывает истерику, и осознавание, и понимание. Типа я не… Это мама понимала, мама меня ценила. Она понимала, какая я хрупкая. А я вообще не понимаю. Я просто вижу это тело, я не понимаю, что ты хрупкая. Я не знаю, как это, что ты хрупкая. Не, ну я понимаю, у меня сердце болит, у меня здесь болит. Писываюсь все время, напряжение большое. Заснуть не могу нормально. Реально, до чего я свое тело довела. А мама знала, как со мной обращаться, а я нет. Что в книжке написано? Тут у нас появляется офигительный энтузиазм из осознавания, из понимания, из… Вот на этом сравнении мама знала, а я не знаю. Да, ну может не мама, но кто-то в вашей жизни, например, знал, как с вами так обращаться, чтобы хоть где-то вы испытывали чувство безопасности и уюта. А вы сейчас понятия не имеете. И вот здесь, наконец-то, рождается реально истинное глубинное любопытство и интерес. Потому что целая цепочка прокручивается. Если я сейчас себя пойму не из меркантильного интереса, если я начну ценить свое тело, если я буду себя понимать, я по-настоящему буду счастливой. Будет бокс, не будет бокса, будет физнагрузки, не будет фиг... Даже если я не вылечусь, зато я буду понимать свое тело. Я смогу почувствовать то же самое, что я чувствовала в детстве с мамой. Вот это вот чувство... Такое я не могу это в слова выразить. Уютно, тепло, безопасно. Даже если ничего не получится, и завтра я умру, но нужно сейчас, сейчас научиться это делать. Мама, получалось? Значит, и у меня получится. И вот здесь рождается по-настоящему искреннее любопытство. Судорожно перелистываем книжку, просим перенести тетрадку и ручку, начинаем выписывать, что же нужно делать, какие моменты, какие бывают побочные эффекты. И вот тут тело видит, теперь мы его слышим. Мы готовы ради контакта и прочитать книжку, и все структурировать, и начать анализировать, и размышлять. И все готовы делать, чтобы понять не для того, чтобы пойти на бокс, поехать куда-нибудь. Даже если я сейчас, вот через час умру, я хочу научиться тебя понимать. Уже даже меньше болит. Да, офигеть, я пока об этом думаю, меньше... Вообще не болит? Офигительно. Не, ну болит, конечно, да. До велажа. И вот это все я выписываю. Так, пошаговая инструкция. Окей. Я хочу тебя услышать, я хочу тебя понять. Мне на самом деле интересно. Так пусть без бокса, пусть без физнагрузок, пусть вот такой, какой ты есть. Я только не слышу тебя. Мне страшно. Какой-то страх ощущаю в теле. Страшно. Сколько мы спали ночью? В темноте. А здесь я спрошу медсестру оставлять свет включенный. И здесь все время свет включенный вообще-то. А страшно все равно. И уже вообще все страшно. Паника такая, офигеть. Как я так жила раньше, офигеть. Вот это осознание, как я раньше так жила. Почему я раньше этого всего не понимала и не слышала. 27 лет, да. Просто вот нежелание слышать. Хочу чего-то своего. Хочу этого, хочу этого, хочу этого. И тяну за собой. Сейчас я начинаю немножко понимать. Здесь обычно рождается чувство вины. Если мы начинаем свое тело гладить нежностью из чувства вины, это жопа. Потому что так же самое, как маленькому ребенку. Его побили, обругали, сделали очень больно. А потом из чувства вины пришли обнимать. И ребенок нутром чует, что его обнимают, потому что чувствуют виноватность, а не потому что хотят обнять. Не потому что хотят просто подарить свое тепло, а потому что так фигово внутри. Я сейчас тебя обниму, и мне станет легче. Поэтому очень понимайте, когда вы испытываете чувство вины, и начинаете себя нежно нагладить из чувства вины. Потому что тело будет опять агрессивно. То есть видите, сколько я настроила связь. Я уже даже почувствовала, что тело боится. И тут я снова не догоняю. Это как говорю, прости, пожалуйста, прости. Что-то я не то делаю, наверное. Что-то я не то делаю. И люди какие-то странные. Каждый хочет обмануть. Я сразу вспоминаю. То есть видите, зеркало, оно говорит, ты меня обманываешь, а я вместо того, чтобы понимать, что со мной тело разговаривает, я начинаю думать и вспоминать моменты, когда меня обманывали. Типа, люди врут точно, люди обманывают. Это такое отвращение, сразу к ним чувствуешь, когда они тебя обманывают. Офигеть. То есть я полностью транслирую то, что тело показывает мне. Просто я транслирую это на внешний мир. Когда я не понимаю, что вообще-то этот сигнал не должен идти сюда. Он должен здесь вот проанализироваться, быть понятым. И отсюда сигнал должен пойти сюда, уже из понимания. Когда я не догоняю этой штуки, тогда вот еще раз делай это. Я тебе говорю, прости, пожалуйста, прости. Ну, прости, пожалуйста. Не искренне. Блин, вранье. Отвращение. Отвращение. Мерзко мне. Я получаю этот сигнал, он ко мне доходит. Я не знаю, что это мое тело, говорит мне. Я такая. Блин, так противно, когда тебя обманывают. Переношу это на внешний мир. Это просто вообще таких людей. Нет, я их не ненавижу, просто мне противно рядом с ними. Фу. В этот момент мы проживаем то, что нам наше тело говорит. То есть сигнал зашел, мы это прожили. Отлично, только до нас не дошло, что-то тело с нами разговаривает, люди здесь ни при чем. Здесь зеркальная сфера, да? И я снова такая, ну пожалуйста, ну прости, агрессия. Прости, ну пожалуйста. Жизнь тупая. Опять пошли по второму кругу. Ну, ну почему не получается? Я же начала тебя слышать, ну что не так? Да потому что ты не соображаешь ничего. Я не понимаю, что я не так делаю. Вообще ничего не понимаю, реально. Смотрю свои записи. Опять листаю книжку. Нахожу про эту фишку, про чувство вины, что это немного не туда, тело будет агрессивным. А как тогда? Как тогда? Я не понимаю, что это значит. Это ничего страшного, да? Вспоминай, вспоминай. Когда ты хотел, чтобы тебе было хорошо, с тобой что делали? Когда тебе было хорошо? Так. Говорили, что всякое бывает. Всякое бывает. Просто учимся. Да, правду говорили. Ну не всегда говорили правду. Но бывало? Во взрослом возрасте, когда обнимают, правду уже не говорят. А в детстве? В детстве? В детстве. Ну да, в детстве мама говорила, что... Ну вот тебе хорошо становилось? Включай мозг. Хрустит. Мама говорила, что все будет хорошо, и что нету, как бы... Мама что делала? Мама говорила, что вселенная любит меня всякой. Даже когда я не понимаю, что я делаю. Но я не понимала, что это значит. Я реально не понимаю. Я и сейчас не понимаю, что это значит. Но мама к тебе как относилась? Нежно, добро, внимательно. А ты ко мне? О, блин. У тела есть такая вещь, называется преданность. Она часто обесценивается, потому что связывается, да, с собаками, которые там преданно так смотрят, ты их бьешь палкой, они потом прибегают к тебе и преданно смотрят. Это связывают с унижением и со слабостью. Но преданность, это, то есть собака любит хозяина. И что бы с ней ни делали, она предана, не в смысле она предана хозяину, она предана чувству любви к этому существу. Чувству любви к этому существу. К своему чувству любви преданно. Смотрит на это существо, оно видит в нем красоту, оно испытывает нежность, а оно генерирует понимание, поэтому снова и снова возвращается. Смотри, это у тебя еще один шанс. Не страшно, даже если ты меня убьешь, я все равно, я знаю, что мы одно целое. Никто никуда не девается. Просто еще раз, еще одну попытку. Не бойся. Когда мы преданы своему чувству в сердце, у нас хватает сил снова и снова и снова и снова подходить к другому человеку и просто сидя ждать. не в смысле ждать из ожидания, типа, я хочу что-то получить. Нет. Просто сидеть, например, смотреть, говорить о том, насколько этот человек прекрасен. Ничего я тебя не хочу. Ты просто красив. Я вижу тебя красивым. Я вижу твою внутреннюю красоту. А коленки кривые. И коленки красивые, потому что ну каждый миллиметр в тебе красивый. Люди думают, это наебка какая-то однозначно. Нормальные так не видят, не говорят. Они значит, что-то хотят. Секса, бабла или еще чего-нибудь. И когда преданы своему чувству в сердце. У вас хватает сил? Вы не хватаетесь за смертность, за то, что вы умрете, за то, что у вас не будет времени сделать то, что-то нужно. Вот сейчас у вас есть ваше чувство любви к этому существу. Это существо настолько невероятно прекрасно. Вы это видите, вы это чувствуете. А существо закрытое, оно не видит, оно боится. Оно боится, оно видит во всем наебку-подъебку. Работает куча механизмов цинизма, высмеивания. Специально обижает, уходит, молчит. И куча вот этих вот боль, боль, боль. Вы видите, что там боль. И когда мы преданы своему чувству в сердце, вот эта вот сильная преданность, которая есть у тела, тело видит нас невероятным сияющим сознанием. И себя точно так же. Оно понимает, оно знает, оно есть, мы одно. И поэтому нету проблемы снова и снова, снова и снова находить ко мне подход. И сейчас, и сейчас, и сейчас, и вот сейчас. Тело не спит, оно все время пытается найти к нам подход, чтобы мы могли понять одну вещь. Все вот эти вот механизмы внутри и снаружи направлены на одно. Прожить, чтобы понять и реализовывать. Мы одно. Мы одно существо, одно сознание. То есть телесно, тело внутри, со Вселенной, все эти механизмы направлены, чтобы человек прожил одно состояние. Я есть все сущее. И все выравнивается, все выстраивается. И поэтому тело сколько бы, как вот собаку, сколько ее не бей, она и будет на тебя рычать, но она всегда к тебе придет. Если ты будешь валяться голодный на улице, собака принесет тебе кусок хлеба. И вот эти моменты, когда животные ухаживают за людьми, когда животные показывают, ты видишь, я в курсе, что мы одно существо. Это ты только думаешь, ты человек, ты высокоразвитая, во всей Вселенной, на планете Земля, который валяется в этом холоде, который говорит, я сам. Но я-то понимаю, я чувствую, что мы одно, поэтому для меня нету унижения собственной гордости или достоинства подойти и перенести тебе там еду, лечь рядом с тобой, чтобы ты согрелся. У тела точно так же. Эта преданность, это не слабость. Эта преданность, это огонь. Огонь внутри сердца, когда, вы понимаете, что вещи такие, как нежность, красота, благодарность, проживание, вот это вот наслаждение каждым моментом от того, что всё это существует, от того, что каждый уникален и прекрасен, оно намного важнее, сильнее, и всё остальное кажется фальшью и мишурой. Вот эти вот все механизмы высмеивания, цинизма, обидчивости, ухода и молчаливости, страхов, а вновь всё моментально обесценивается и становится для вас понятным, что всё это выходит из вашей боли. Поэтому тело, оно всегда в этом состоянии преданности сознанию, до тех пор, пока сознание наконец-то не найдёт. То есть, всё, что нужно, это начать слушать своё тело, а тело говорит вот сюда, вот сюда, иди сюда, вот сюда, вот сюда, не туда пошла, иди сюда, иди сюда, иди сюда, вот сюда. До тех пор, пока вы не приходите в моменты, чувствуете, я есть всё, офигеть, мы одну, обалдеть, ты живое. Поэтому тело преданное, оно всегда будет помогать вам понять себя, понять себя, понять себя, оно всегда будет помогать мне понять его. Но это не значит, что оно бросится к вам по первому зову, потому что игнорируем тело, оно же с осознанностью и с достоинством, никто не отменял. Оно видит там меркантильный интерес, пошла отсюда, иди дальше. Снова хочешь от меня чего-то, не видишь этого, сейчас будет болеть. ну что я могу, ты не слышишь так. То есть тело понимает, на каком языке с вами разговаривать, когда вы там сопротивляетесь, тут, тут, оно видит вас изнутри. Оно смотрит на этого табр-кадабру изнутри, думает, бля, как это здесь всё выровняет, поэтому, вот у вас есть перенапряжение в теле, да, вот, я пытаюсь наладить с ним связь, у меня там уже всё болит, и тут во всей больнице вырубается свет. Измена плотная. Я понимаю, сейчас не нужно ругать себя, да, нужно понять, что происходит, что происходит, потому что очень больно, ко всему тому, что у меня болит, теперь ещё мега-перенапряжение от того, что свет вырубили, вселенная же не бухает, она моментально вырубает свет, типа, давай работай, хочешь работать, работай. Я такая. Страшно. Почему страшно? Страшно до усёру. До усёру. Вот очень один важный момент, когда телу страшно, когда маленькому ребёнку страшно. Вот ему там 5 лет, ему приснился кошмар. Что мама делает, кто знает, что делает мама, когда ребёнку приснился кошмар, и он кричит. Бывает в себе. А что не сказали? Я тебя люблю. Целую. А ещё? Ну хорошо. А ты? Я рядом. Я знаю, что нет ничего страшного. Это сегодня в сон. Это сон. Она и тошно просыпается. Очень важная вещь. Даже если вы будете, то я тебе зрённо прям осенью. Очень невероятная важная вещь. Каждый раз, когда ваше тело боится, пугается, перенапрягается, то есть, когда она с вами пытается разговаривать. Мне страшно. Она говорит, мне страшно. У него паника. Мне страшно. Страшно мне страшно. Страшно мне страшно от того, что мне страшно. И очень большая штука такая глубинная, когда вы можете себя обнять, да, вот вы себя обнимаете, просто вот, говорите, успокойся, я с тобой. Очень важная формулировка, которая очень быстро успокаивает тело. Всё хорошо, я с тобой. Таким образом, вы как сознание показываете телу, что вы никуда не уходите. Я с тобой. Всё хорошо. До тех пор, пока тело не расслабляется. Страх есть, но паники уже нет. Вы просто гладите себя и говорите, я с тобой. Вслух. Потому что, если вы маленького ребёнка, обнимите, не будете ему говорить, я с тобой, он так и не поймёт, но он сейчас уйдёт или нет. И здесь так же само. Просто вслух говорите, я с тобой. Всё хорошо. Я с тобой. Таким образом, тело успокаивается и оно способно дальше к коммуникации. Потому что паника и оно только и может что кричать вам. Я боюсь, что сейчас ты уйдёшь. Я не понимаю, что происходит. Не уходи. И вот вы говорите себе, всё хорошо, я с тобой. Тело успокаивается. Дальше каждый раз тело смотрит, насколько вы готовы войти внутрь в вашу боль. Потому что, если вы не готовы, оно будет вас сбрасывать. Контакт, еда, сон, всякие вещи. То есть, да, это не так, что вот вы начали этот контакт, вы даже научились говорить, всё хорошо, я с тобой, а в боль вам идти страшно. А смысл этого я с тобой, если в боль идти страшно? Это как оставить у ребёнка больной зуб и давать ему таблетку каждый раз. То есть, боль есть, причина есть. Ну как это? Дадим таблеточку, я с тобой, успокойся, всё хорошо. успокоился, расслабился, таблеточка прошла и снова паника. Поэтому каждый раз тело смотрит, насколько вы готовы пройти внутрь и насколько вы понимаете, что нужно делать там внутри. Так вот, мы говорили про благодарность, да, та самая благодарность за то, что существует этот момент, вот именно такой, вот именно сейчас, таким, какой он есть. Потому что вот этого момента сейчас больше никогда не наступит. Вот это ощущение невыразимости, беспредельности, наполненности, благодарность к тому, что каждый момент, он настолько наполнен, невероятно просто, он каждый раз другой, 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 куча возможностей, мыслей, чувств. Благодарность к тому, что этот момент существует. Благодарность. И вот за то, что это, вот в скобочках, да, три точечки, благодарность за то, что, там я пишу нечто, в скобочках, три точки, вставите своё, там, моя рука, на там, у меня печенка были, тут сердце, благодарность за то, что эта боль, там, в моей печенке, есть. Это очень сложно, сразу такое выходит, а что мне нужно благодарить боль, за то, что она у меня в печенке есть, за то, что у меня печенка болит. Я просто привлекал твое внимание. Я же этого не понимаю. Сейчас. И прежде чем вы будете идти внутрь, прежде чем вы будете идти внутрь, то есть ваша нервная система смотрит, насколько вы способны ощущать это чувство благодарности за то, что что-то в вас просто есть. То есть если вы чувствуете «благодарю, благодарю», бухтите в голове «благодарю, благодарю», «благодарю», там что-то как-то вызывается, «я благодарю тебя, я благодарю тебя, я благодарю тебя, я благодарю тебя». Ты еще не готова. Я благодарю тебя, я благодарю тебя, я благодарю тебя, я благодарю тебя. Лучше не стало. Ужибаешь усталостью. Я благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя. Спать точно, у меня устала. Точно надо пойти поспать. Да, 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 да. Где-нибудь ночью мне снится сон, да, так меня вштыривает. Через сны тело отлично с нами разговаривает. Я такая думаю, ой, блин, да, наверное, не бухтеть в голове надо, нужно чувствовать, кажется, нужно чувствовать, а не просто говорить, да, как же мне к тебе это почувствовать? Хорошо, я благодарю тебя, я благодарю тебя, я благодарю тебя. Пойдем пожрать. Пойду покушаю. Голодно, голодно как-то. Пошла, поела. Ну а как, говорю, я не могу почувствовать это ощущение без бухтения в голове, будь тоже в этом, я сейчас побухчу, может потом почувствую. Когда она молчит, она ничего. Я благодарю, я благодарю. И не работает, а не работает, потому что я не понимаю, а за что я его благодарю. Как мне понять, за что тебя благодарить? Как вообще почувствовать к тебе благодарность? Я же все делаю для тебя. Что ты поняла? Информация переваривается, да? И вы такие, блин, и вправду начинаете сознавать через какое-то там время, 10-15 минут. Блин, тело столько всего выдерживает. Офигеть, на работу ходил, то делал. Стояк был, когда не хотел. Тело. Не так, как он тонн. Мы работаем как умены. То есть тело реально делало все, да, вот по этому моменту, реально делало все, чтобы я был счастлив. А я вообще не ценю свое тело. И тут бухтения больше не надо. Осознавание того, что ваше тело делает абсолютно все для вас, даже практически невозможное. У вас рождается чувство благодарности. Блин, спасибо, что ты просто есть. И уже не бухтение в голове, оно идет прямо на уровне чувств. То есть вот я чувствую. Офигеть. И вот, я чувствую эту благодарность. И тут тело смотрит. А как долго я способна испытывать эту благодарность? Ну, вклинило один раз, ну, был инсайд. Отлично. А дальше что? На сколько-то хватит. Да, так, а насколько же мне хватит фрагмента? Ну, вот там медсестры начали ходить. Ну, вообще уже все. Противно от всего этого. Нервная система, если видит ваше подсознание, если видит, что вы не способны там даже 10, 15, 20 минут качественно испытывать, то есть пребывать в этом состоянии благодарности, да, от того, что вы понимаете, тело все время о вас заботится, понимает и все такое. Тогда нервная система вас не пускает. Здравствуй, опять. Контакт, спать, жажачка, еще что-нибудь. Все, что можно делать, лежа на койке. Сбиваюсь. Не готовы еще. Сиськи пошли. Так, хорошо. После того, как почувствуешь настоящую богатство. Да, и вот, смотрите. Сейчас. Вот в чем прикол. Подсознание смотрит, как долго и глубинно вы способны проживать чувство благодарности. Для чего это нужно? Когда вы входите в свою боль, она захватывает вас. Это как будто вы погружаетесь в океан и захлебываетесь. И если чувство благодарности неглубокое, нестабильное, вы захлебываетесь. Океан накрывает ее одной волной, второй, третий, четвертый. И все, что хочется сделать, выйти, закрыть дверь. И больше никогда сюда не возвращаться, потому что только что было невероятно больно. Поэтому ваша нервная система все время проверяет. Насколько качественно вы можете испытывать чувство этой благодарности невероятной, когда перед вами все время мельтишит то, что вас раздражает, то, что вы ненавидите, то, что вас обижает и хоть как-то выводит из себя. Потому что эта боль выведет вас из полного равновесия. И если вы потеряете чувство благодарности, боль заполнит вас и сломает. И все. Та вот цепочка «я есть, я живу, я творю», она сломается в этот момент. Как в океане. Выбросила и на камни. Ребра, позвоночник, голова в дребезге. Это способность испытывать это чувство благодарности, когда на вас кричат, когда вам в маршрутке, когда вы едете, когда вы уставшие. То есть здесь очень важно вот это вот доверие с телом, доверие с подсознанием внутри тела, вернее, внутри нас. Блин, как это правильно сказать, чтобы не запутывать. Как когда вы приходите на работу или в университет? Когда поступаем в университет, во всяком случае мы либо проходим подготовительные курсы, либо мы так хорошо учимся в школе, что мы показываем деканам, всем этим людям, у нас есть база. Мы с этой базой готовы развиваться дальше. Или на работу там какую-нибудь в Токио, в фирму, да, там приходишь, ты реально показываешь, что у тебя это есть, что ты готов выложиться на 100%, иначе если ты хоть чуточку несерьезно относишься к своей работе, тебя не примут. Здесь так же самое. Доверие к телу. Тело такое гряда, например, там, да давай, ну наконец-то уже, ну, ну, еще чуть-чуть. А ты говоришь, да конечно, и прыгаешь в эту боль. Тело говорит, эээ, жрать, спать, сериалы, чипсы, поехать куда-нибудь, развлечься. Ты что только что сделал? А ты с такой искренностью, да? Ну как, ты же говоришь, давай, так я вот и прыгаю в эту боль. Мозг, осознанность остается. Вы прыгаете в боль, это океан. Он захлестывает и выбрасывает на асфальт. В дребезги. Чувство благодарности позволяет в этом океане плыть. плыть и чувствовать волны, не тонуть. Не тонуть и понимать, что проплывает под гладью, что вокруг. То есть оставаться осознанными в моменте сильной боли. И вот, например, а как показать? Делу, да, что вот я готова. Я сижу и генерирую эту благодарность. Сижу и генерирую эту благодарность дома. Вот сижу дома, никого нету. Так, класс, самая благоприятная атмосфера, чтобы генерировать благодарность. Так хоть два часа, обалденное чувство, шесть часов, невероятное. Вау! А потом вечером приходят, собираются люди, там мама приходит. Я начинаю раздражаться. Тело говорит, ты не въезжаешь в суть процесса. Благодарность нужно уметь чувствовать во время шторма, а не когда штиль и светит солнце. Там хоть шесть часов, естественно, никто не спорит. Хоть десять, обалденный кайф. Это как подтверждение своего профессионализма, как это, профпригодность. Не знаю, как правильно этот термин называется. И вот одна из таких простых практик. Если вас что-то раздражает, например, новости, политические обсуждения, а самое простое, особенно для эмпатов и тех, кто начинает чувствовать, насилие и несправедливость. Включаем телеки, на мониторе. Насилие, несправедливость, новости, политические дебаты. Уже все раздражает, как только ты нажимаешь нужные каналы. Тут уже сразу больно, тут ненависть, тут отвращение, тут раздражение. Океан боли. Вот он, на мониторах. Вы дома, в безопасной ситуации. И начинаете испытывать чувство благодарности. Но не к тому, что на мониторах. Нет, к своему телу. Вы же, когда внутрь пойдете, будете только вы и тело, вы и тело, вы и тело. И поэтому чувство благодарности нужно настроить к своему телу. Вот там, снаружи, отражения, которые вызывают внутри тела. И отвращение, и ненависть, и раздражение, и боль, и страх, и панику. Они там. Так и боль. Она будет вот кричать, она будет стоять, захватывать вас. Этот океан, возможно, покорить только когда, находясь в этом океане, вы полностью сконцентрированы на чувстве благодарности к самому себе. Вот тогда этот океан, штормящий, с грозой, там, вообще мегаветер, он успокаивается. Просто от того, что вы испытываете чувство благодарности к самому себе во время этой боли. Этот шторм, он успокаивается. И чем глубже вы испытываете благодарность к своему телу и подсознанию во время погружения в свою боль, тем быстрее, мягче шторм успокаивается. И вы способны видеть все, что происходит и вокруг, и внутри, и понимать взаимосвязи. Так, сейчас надо вернуться обратно. Так. А на чем мы закончили? Ну, на том, что ты уже начала меня слушать. У меня становится 25, 27 лет. Я очку. Так, и у тебя паника, да? У тебя паника. Ну, выходи, сейчас будем. Так. У тебя паника. Вот этот вот контакт, он все время, почему я показываю, почему все время за руки. Вы партнеры. Это все время напоминание. Вы партнеры. Вы со своим телом партнеры. Вы одно целое. Тело в курсе. Вы не всегда. И вот вы партнеры. На чем мы закончили? У тебя паника, так? Я паника. Но ты еще не готова почувствовать это. Потому что мне больно внутри. Потому что у меня такое полное, что вообще пендец. Да. И я такая говорю, все нормально, успокойся с тобой, все хорошо, сейчас все наладится, подожди. Прошу медсестру, слушайте, принесите мне какую-нибудь, а, включите на канале, там, насилие какое-нибудь. Медсестра так смотрит. Ну, или распечатайте мне, там, убийство, там, расчлененку. Так смотрит, для практики надо, чтобы тело успокоилось. Палата меняется, а, по сути, все тоже. И вот фотографии расчлененки, там, уже милицию вызывали. Ну, вы говорите, я учусь. То есть, перед вами фотографии расчлененки, там, по телеку специально включили, там, не знаю, то, что вас реально раздражает, эти дебаты. То есть, боль, насилие, несправедливость, раздражение, отвращение. Отлично, есть весь набор. Дом-2. Да. Раздражение, отвращение, отвращение, тупость. Могу не выдержать. Жесткость. И вот, включили это, смотрите и говорите, сейчас все нормально, очень важно. Еще раз напоминаю, словесное общение, голос, со своим телом и объяснять ему, как маленькому ребенку. Знаете, если маленького ребенка привезти в тюрьму с разными дядями и не объяснить, чем мы сюда пришли, ребенок испугается и вообще там заплачет и почувствует передательство. Вас привели, не объяснили, вы здесь сидите, какого фига. Будет больно, страшно и вообще непонимание. Поэтому с телом очень важно общаться, общаться так, чтобы давать субтитры на каждую вашу хрень, которой вы хотите с ним заняться. Я не понимаю, зачем ты мне показываешь эту хрень. Вот, и ты чувствуешь, отвращение, да даже, ну, тупо, дом-2, да? Ну вот, вообще, да. Да. Отвращение-то, раздражение. А посмотри вот на расчлененку. Лучше, конечно, но тоже, но тяжело. Больно, сильная несправедливость. Я не понимаю, зачем ты это показываешь мне. Я не понимаю. И тогда я говорю, все нормально, я сейчас все тебе объясню. Смотри, я хочу тебе показать, что я готова с тобой сотрудничать. Вот сейчас я сяду, буду. Да, чтобы ты все поняла. Сейчас будем сотрудничать в ненастырь. Резко выздоровел. Так, приходим в себя, вот. Зачем ты мне это показываешь? Ну, я хочу научиться чувствовать, ну, испытывать чувство благодарности к тому, что ты есть, даже когда меня, когда, вот тебя это пугает, да? Тебя это пугает? Да. Отски-аут. Отски-аут, да. Тупизм и отски-аут. Так вот, меня, как сознание, выбрасывают из тебя, когда ты чувствуешь сильную боль, а я не умею нормально, глубоко испытывать к тебе благодарность, я не ценю тебя. Мы объясняем это телу, потому что это очень важно. Тело, как ребенок, 5 лет. Как ребенок 5 лет, я в роду не понял, как ты говоришь. Очень сложный метод для 5-летнего ребенка. Я понимаю. Да, реально, кстати, очень сложно. Я как 5-летний ребенок, например, такой хрень, ради того, чтобы испытывать ко мне, ну, просто испытываешь. Точно, легко и просто, эффективно. Хорошо, убираем фотографии, да. Вот. Ну, вот тело же говорит, что-то не то, ну, должно же быть просто и легко. Убираем фотографии, выключаем телевизор. И что теперь? В метро. В метро. А, в метро, кстати, да. А, я на палате лежу, в палате лежу, какое метро? Сосед. Сосед. Отвези тебе на променад, да. Что-то далеко ходить, тебе же вот больно, болит же сейчас что-то. Болит. Ты испытываешь ко мне благодарность? С чем тебя специально расчлененка? Расчлененка смотреть, если вот реальный материал есть. Может, он храпит, сосед храпит. Да нет, очень хорошо, да. Вот прям конкретно здесь сейчас у тебя болит. Ты лежишь вот из долбаной в больнице, сосед храпит там. Хорошо, я услышала. Я ложусь и начинаю чувствовать благодарность телу за то, что у меня здесь болит. То есть, я все-таки не зря болю? Ну, да, в общем-то, да, конечно. Но болит же. За тебя по-другому не достучишься? Да, я начинаю тебя ценить. Это же нужно меня выдержать, а? Мне самому-то не доставляет радость. Но я готов на это пойти, чтобы до тебя... Если не доставляет радость, и почему легко и просто не можешь сделать так, чтобы все было хорошо? Потому что ты не слушаешь меня. Ну, хорошо. Ладно. И вот я начинаю испытывать благодарность. Я ценю, что тело... И да, вот так вот до меня достукивается. Да, ну и вот так, и вот так, и вот так. И вот приходится вот я настолько вот глухая. Вот я, по-твоему, и настолько глухая, да? Хуже. Благодарность, благодарность. Немножко полегче становится в этот момент. Да, расслабляется все. Чувствуешь полегче стал? Да, точно. Классно. И вот углубляем это состояние. Углубляем и держим его достаточно долго. И когда нервная система, подсознание видят, что вот вы дошли до этой глубины, и вы в состоянии ее удерживать долго, это даже не по часам смотрится, а в том, если вы дошли до очень глубинного уровня, все, значит, вы способны будете вызвать его еще раз. Ну вот 15-20 минут, хотя бы час на этом глубинном уровне, вот с этим, с любым дискомфортом, просто нужен мне обязательно дискомфорт, потому что боль – это огромнейший дискомфорт, это большой зверь. Это как расчлененка. Обязательный дискомфорт для чего? В смысле? Обязательный дискомфорт для чего нужен? Потому что боль – это как большой зверь, он принесет тебе дискомфорт, он тебя испугает. Обязательно боль? Нет, обязательно для того, чтобы почувствовать благодарность вот эту глубину. Может, не обязательно? Что-то не клеится. Должно быть проще. Должно быть проще. Ну покажи мне, как проще. Ну проще просто благодарность. Благодарность есть, у нас есть это вызовем понимание, я могу тебе рассказывать. Я тебе буду рассказывать столько, чтобы узнать, готовы ты это принять или нет. Окей. Как только ты не готов, мы заканчиваем. Мы хотим кушать. Хорошо. Да, реально. Нафига расчлененка, нафига эта вся штука? Зачем дискомфорт? А ты чего ты болишь? Чтобы привлечь твое внимание. Сейчас ты меня слушаешь, я уже практически… Да, оно проходит, когда я со своим телом разговариваю? Прикольно. Проходит. Круто. Ну хорошо, давай, окей. Я буду просто… Помнишь, мы смотрели, когда нам было совсем немножко, мы увидели, как родители смотрят фильм ужасов, и было очень страшно, очень страшно и больно было. Это фильм только. Больно? Мне было страшно. Да ладно, это просто фильм. А мне было страшно. Это же на экране. А мне было страшно. А ты опять меня не слышишь, понимаешь? Я говорю, что мне было страшно, а ты меня убеждаешь, что я не страшно. А мне страшно. Ну хорошо, а почему тебе было страшно? Ну, может быть, это связано еще с какими-то другими воспоминаниями. С какими-то другими воспоминаниями. Благодарность, так, благодарность. Они не верят, что ты меня реально слушаешь. Ты мне говоришь, что ты меня убеждаешь, что ничего страшного, это просто фильм, а для меня это важное переживание. А я тебе расскажу более серьезное переживание, а ты тоже скажешь, что это фигня. А как мне показать тебе, что я буду слушать дальше? Ну так ты слушай хотя бы это. Ну я слушаю. Ты говоришь, что да, это просто фильм. Это не просто фильм, для меня это очень серьезное переживание. Я потом три дня писался. Ну вообще да. Я понимаю. Ну? Ну да, я понимаю, что это серьезное для тебя переживание. Ну да. А вот еще, когда я пошел в туалет, и лампочка перегорела. Это знать. Ну это же просто лампочка. Опять пошли, поехали. Ну в каком понимании может идти речь? Я не понимаю. Я не понимаю. Для меня это было важно. Для меня было страшно. Да, для меня было страшно. А почему это было страшно? Ты даже это еще понять не готова. Ты уже меня пытаешь. Почему? А почему фильмы ужасов и лампочки страшная вещь? Пока тело вам показывает воспоминаниями, и для вас это как бы, ну, отчет. А вообще, что происходит-то? А тело говорит, это важно. Это важно. Это важно. Дальше не покажу, пока ты не поймешь важность этого момента. Я говорю, я не понимаю. То есть и каждый раз вы спрашиваете одно и то же. А почему ты этого боишься? А почему ты этого боишься? То есть буквально вопрос возводится к ядру, к той самой главной ситуации. А почему там ты этого боишься? Но туда прямо войти нельзя. Ну, будет больно, очень опасно для психики. И поэтому тело маленькими шажочками показывает, да? А почему тебе там было страшно, когда свет выключили-то? Ну, потому что было темно. А я был один. И дверь заперта. Ой, блин, да вправду страшно? Ну, а я о чем? Афигеть, точно. Я тебя понимаю. Да, страшно. И мы все время продолжаем дарить телу нежность. Очень важно. То есть мы испытываем благодарность. Это позволяет нам пройти внутрь, внутрь, внутрь. То есть показывать телу, что да, мы готовы понимать. Потому что мало просто генерировать эту благодарность, да? Я нагенерировал, что-то тело со мной не сотрудничает. Что ж не так-то? Потому что благодарность — это просто ключ. Вы открываете дверь, но туда нужно идти. А туда нужно идти с этим вот ощущением нежности. Всё нормально. Я не знаю, как, но я готова идти внутрь. Я понятия не имею, как. Я хочу научиться. Вот быть искренними к себе. Я хочу научиться. Я понятия не знаю, как. Тело — это мастер. Для меня в жизни моё тело — это мастер. И научиться слушать своё тело — это на самом деле приобретать мастерство в понимании себя и как выстраивать жизнь. И вот вы всё время дарите своему телу нежность. Вы можете просто себя обнять, да? Вот, обнимаете себя. И разговариваете. Обнимаете, гладите и разговариваете. И испытывая всё ту же благодарность, да? И вот мы общаемся. А что ещё было страшного? Ну, вот и в фильме там было темно. Там много было сцен в темноте и замкнутых помещений. Вот было страшно тоже, да. Ну, бывает страшно. Да. Ну, вот. А на самом деле, да, были ещё и другие случаи. Какие? А вот когда у тебя был маленький... Мы были маленькие. Да. Ну, а что? Как-то стрёмно. Как-то стрёмно. Не хочу это вспоминать. Слушай, а давно в ВКонтакте статейку напиши, лайки посчитай? Нет, ну я же понимаю, что это механизм. Там написано было в тетрадке. Это механизм. Если я сейчас в середине работы резко чего-то захочу другого, нужно понять, почему я этого хочу. Там больно. Там больно. Точно там больно. Я с тобой, всё хорошо. Всё хорошо, я с тобой. То есть прям можно рассказывать? Да, рассказываю. А не бросишь. Неа. Ну вот, когда мы были маленькие... Помнишь, мы спали, и мама с нами спала ночью. А помнишь, вот тот ночью мы проснулись, а мама нет. И мы одни. И она нас бросила. Это страшно. Да вообще беда. Это страшно. Тело и сознание в этом моменте соединяются в одно. То есть становятся реально, да, друзьями, партнерами, которые друг друга поддерживают. Потому что страшно сознанию, и капитально страшно телу. И сознание говорит, блин, это действительно страшно. А как же ты это всё пережил? Пережил и переживаешь дальше. Мне было очень тяжело. И я всё время об этом тебе говорил. Я не слышал. А я говорил. Я не слышал. А сейчас? Сейчас мне сложно ещё это понять. Я понимаю, как это страшно. Но я не чувствую всей боли. Я не чувствую всей боли. Мне было очень больно. И вот здесь вы начинаете испытывать огромнейшую боль. Огромнейшую, огромнейшую боль. И вот здесь вот вы просто позволяете телу испытывать эту боль. Но вы всегда рядом, всегда рядом, абсолютно всегда рядом. Потому что вот эти вот спазмы, истерики, агрессии, они будут выходить. Но вы всегда рядом с телом. Вы всё время говорите, я с тобой, всё хорошо, всё хорошо, я никуда не денусь. Никуда, никогда никуда не уйду. Потому что я понимаю, насколько ты — это я. То есть тело достучалось. Вы испытываете такую благодарность, что вы готовы никогда, никуда не уходить от тела. Потому что вы понимаете, я понимаю, ты — это я. Мы одно. Мы одно. И вот здесь вот тело должно попускать уже. Потому что когда вы понимаете, что вы одно, настраивается мост между телом и сознанием. И тогда оно расслабляется, выравнивается. И в этой сфере вы начинаете очень чётко слышать, понимать своё тело. И вы реально запоминаете в каждом бытовом моменте. Вот ваш первый партнёр. Первый и последний партнёр. Вы с ним рождаетесь, вы с ним умираете. Все остальные партнёры снаружи — это уже наработка, это уже творчество, правильно? Насколько я умею со своим телом находить общий язык. Насколько я могу понимать, что мы одно. С другим человеком я смогу это сделать. Настолько же. Если я не понимаю, что мы одно с телом, я не увижу живого тела, живое сознание, живое существо в другом человеке. Не увижу. Я в этом не видела. А сейчас всё изменилось. Я понимаю, что мы одно. Но тело никогда меня не бросало. Она всегда помогала мне. Сейчас оно помогло мне понять его. И здесь рождается ещё больше глубина благодарности. И вы понимаете, сколько всему ещё предстоит обучиться. Сколько всего я не понимаю. Я хочу научиться. Научить. Мы сделаем это. Вот. Мы сделаем это. Перерыв. Спасибо. 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 Спасибо.